Начал войну, обрёк свой народ на нищенскую жизнь. За квартиру заплачу и всё. Из голода умираю. Денег в кошельке не наскрести. За ценами не угнаться. В России дорожает примерно всё более чем в два раза. Как Путлер разогнал рекордную инфляцию в своей стране. И есть ли у Кремля выходы из ситуации? Ситуация такая для них достаточно тупиковая. Невзирая на то, что приграничные с Украиной области Мордора уже не первый месяц живут в формате настоящей войны, а в разных уголках РФ и то и дело, куда надо прилетают беспилотники. Признавайтесь, многие из вас не раз задумывались, что этого, конечно же, недостаточно. Мол, несправедливо всё это. Живут себе россияне и бед не знают. Войну, развязанную их же страной, вообще никак на себе не ощущают. Но это мнение довольно ошибочно. На рынок вообще заходи, всё подорожало. И конфеты, и мясо, и что бы то ни было. Зарплаты не растут, а цены растут. Вы же помните, что в РФ буквально с первых дней вторжения в Украину абсолютно на всё подскочили цены. Думаете, стоимость товаров и услуг в России с того момента перестала расти? Конечно же, нет. Инфляция в недовеликой стране просто бьёт все рекорды. Сходил в магазин, то есть средний чек в магазине, он значительно лучше стал. Почти 1% в неделю – это пипец инфляция, да? То есть никак… 1% в неделю, то есть 50, сколько в год? 52-50. Сколько-то, да, там, десятки процентов в год. Таких темпов мы прям реально не видели давно. Недавно исследовательский центр «РАМИР» посчитал, что с начала войны реальная инфляция россиян превысила 70%. Но вообще тут особо никакие исследования и подсчёта не нужны. Достаточно просто найти чек из российского магазина времён до начала полномасштабной войны и сравнить его с сегодняшними ценниками в супермаркетах. Друзья, у меня в руках чек из московского магазина «Пятёрочка» за май 2021 года. Раньше батон с трубями стоил 35 рублей, а сейчас – 62. Цена пачки чипсов «Лейс» 140 граммов выросла с 75 рублей до 150. Банк оливок три года назад стоила 85 рублей, а сегодня – 160. Сок любимый мы могли купить за 90 рублей, сейчас он стоит 190. Ну, то есть, иными словами, взятые для примера товары всего лишь за три года подорожали в два раза, если не больше. Четвёртый год я в «Магните» работаю, да, вот так взят, грубо говоря. Вот, смотрите, на сколько цены поднялись. Тогда было 30 и сахар, и яйца были 30, а сейчас вот 120-130 яйца. Сахар сейчас у нас 60 рублей, сейчас под 70. Жрать так хочется, а покупать надо. Подорожала одежда, лекарства, продукты. Про цены говорить не хочу. У меня пенсия нищенская, а цены – о. Взлетели вверх цены на технику, автомобили и услуги такси. Правильно ли я понимаю, что эта услуга вновь возвращается, вновь становится атрибутом роскошной жизни? Знаете, как в Советском Союзе вот эта фраза? Наши люди в булочную на такси не ездят. Также больная нынче тема в РФ и, главное, сильно бьющая по кошельку – сборы ребёнка в школу. В ЦИОМ отчитался, что в 2024 году общие затраты семей на подготовку школьников выросли до 53,5 тысяч рублей или на 24%, а это сильно больше уровня годовой инфляции. Так, гляди, скоро и кредит придётся брать, чтобы ребёнка к 1 сентября подготовить. Ну, говори, сколько денег нужно иметь сразу для 1 сентября? Ну, минимум нужно 20 тысяч точно иметь. Прилично. Потому что не каждый себе может позволить. То есть даже элементарно школьная форма ребёнку – 5000 рублей, ну это же вообще обалдеть. А чего только стоит повышение тарифов на ЖКХ? Дорого очень, очень дорого у нас. Да, да вообще всё – и газ, и электроэнергия. Особенно невесело платить за коммуналку пенсионерам. После оплаты квитанции ЖКХ у этой сверхдержавной группы населения практически не остаётся средств к существованию. Это, кстати, не мы придумали. Они сами вон плачутся и возмущаются. Ну вот у меня пенсия 12 тысяч. А я зимой плачу, бывает и 6-5. Сейчас я за коммунальные услуги плачу больше, чем… Ну как, больше полпенсии уходит. И у меня на еду остаётся вообще на жизнь на месяц 8 тысяч. То есть можно на них прожить? Я хотел бы Путину задать такой вопрос. Но что им, собственно, не нравится? Они же в большинстве поддерживают путинский режим. Поддерживают. Бомбёжкам Украины радуются? Радуются. Вот пусть и все издержки СВО терпят с улыбками на лицах и не жалуются. Это же логично. Я не понимаю, для чего они поднимают пенсию, мне просто интересно. Дорожает всё перед подъёмом пенсии и после подъёма пенсии. Кстати, жалуются нынче вскрипоносные не только пенсионеры. Даже те люди, которые ещё пару лет назад приписывали себя к так называемому среднему классу, отмечают существенное падение уровня жизни и своих покупательских возможностей. Я смотрю письма, которые мне люди пишут, они говорят, ну как же так? Вот раньше-то я на той же самой работе работал, тут же зарплату получал. И был я вполне себе такой средний класс. И каждый год мог поехать отдохнуть за границу. А теперь о чём там говорить? Вообще еле свожу к концу из конца. Недавно вон депутатша от КПРФ заявила, что почти 20% российских семей с детьми хватает денег только на еду. На еду только и хватает. Выступая на площадке Восточного экономического форума, она добавила, что 70% семей с детьми действительно бедны. Не могут позволить себе даже холодильник и телевизор. Без холодильника и телевизора, говорите? А как же знаменитая борьба этих двух гигантов, формирующих мировоззрение и мысли граждан скрипоносной страны? Это как-то странно выглядит. Это к чему ведёт? Из опросов рекрутинговой платформы Headhunter следует, что доля россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения самых базовых потребностей, в течение двух лет увеличилась, внимание, с 20 до почти 50%. Похоже, это спецоперация какая-то по обнищанию россиян. Никак иначе. Ну, стараемся экономить на одежде. Ну, питание, конечно, особо не позволяем такого, которого бы хотелось. Я знаю много людей, которые живут буквально от зарплаты до зарплаты, потому что всё дорого. Растёт цена на очень многие товары, растут цены и тарифы на услуги. А зарплата расти перестала, поэтому люди начинают потихонечку, что называется, перемещаться в более низкие доходные группы. А теперь вопрос. А как же так происходит? Почему цены в РФ так стремительно несутся вверх, а возможности людей падают? Вон же всякие министры Силуановы рассказывают, что российская экономика развивается завидными темпами. Мы видим, что экономика развивается темпами более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты. За первое полугодие динамика экономического роста составила 4,7% роста валов внутреннего продукта. Это очень хорошие показатели. Мишустин докладывает, что в стране всё зашибись. Средние зарплаты у людей никакие не 20, а целых 70 тысяч рублей. То, что касается зарплат, Геннадий Иванович, здесь я позволю не согласиться по поводу нищеты, 20 тысяч рублей в среднем. Это не так. Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей. А Путина послушаешь, так вообще можно поверить, что экономика Мордора не сегодня, так завтра первой в мире станет. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Но это всё, конечно, в их кремлёвской реальности и по телевизору. В реальности глубинного народа всё совершенно иначе. По отношению к ценам, которые растут кратно каждый год, то зарплаты это вообще смешные уже стали. Ну что, у них там статистика, у нас такой статистики нет. Нет, не больше покупаем, а больше тратятся деньги. Это так кажется, что мы больше покупаем, потому что цены выросли. Да, краха экономики в первые месяцы большой войны не случилось. Кое-как Кремлю удалось адаптироваться к сложным санкционным реалиям. Но сейчас мы видим то, о чём предупреждали многие здравомыслящие эксперты. В такой обстановке, с такими сумасшедшими военными тратами, российская экономика не выдерживает. Сегодня эта глыба уже начинает заметно трещать по швам со всех сторон. Что несмотря на то, что Владимиру Путину удалось как-то пережить два с лишним года после начала полномасштабного вторжения в Украину, вот сегодня все эти проблемы для него сходятся в одной точке. С начала путинское СВО рост цен в России просто не останавливается. Рост цен с начала этого года уже больше 9% только с начала года. Годовая инфляция уже 21,5% на товары широкого народного потребления. Но что же именно так нещадно разгоняет в мордоре ту самую инфляцию? А другими словами, рост цен. В первую очередь, это, конечно же, гигантские бюджетные траты. Все деньги Кремль тратит на ВПК, на суперзавышенные выплаты военным, за подписание контрактов, на их зарплаты и на денежные компенсации родным за гибель оккупантов. 5 миллионов сюда, 200 тысяч туда. И вот эти миллионы вливаются в экономику, обесценивая и так не самые здоровые рубли, разгоняя цены. Все эти деньги, попадая в экономику, разогревают ее и провоцируют спрос, с которым российское производство попросту не может справиться. Это, в общем, экономисты называют скучным термином перегрев. На самом деле это значит что? Что ради финансирования военки в экономику вбрасывают больше денег, чем она может переварить. Потому что у России нет условий для того, чтобы развивать собственное производство, развивать импортозамещение, инвестировать. Все это невозможно в условиях санкций и изоляции. Да-да, говоря про российское производство, самое время вспомнить про санкции, которые якобы не работают. Так не работают, что почему-то совсем не позволяют Россиюшке увеличивать свои производственные мощности. Больше половины российских предприятий не смогли найти альтернативу материалам и оборудованию, попавшим под санкции. Не помогает, а порой даже усугубляет положение и экономическая переориентация Мордора на Азию. В этой связи можно отметить новости об осложнениях в российско-китайской торговле. Если коротко, китайские банки перестают обслуживать операции СРФ, опасаясь вторичных санкций. Все это снова-таки сказывается на потребителей именно повышением цен. Чудесно не бывает, если ты возишь окольными путями, то у тебя растут транспортные затраты, у тебя увеличивается число, как это называется, перегрузок, как говорят транспортники, да? Или они еще употребляют слово перевалы, груза. Влияет на подражание всего в России и ситуация с бензином. Сегодня по всей РФ после ударов беспилотников десятками горят нефтебазы и НПЗ. Так горят, что Росстат даже решил скрыть информацию об объемах выпуска топлива. Снова здравствуйте. Вот вам утро 29 августа. Как говорится, лучше не стало. Правительство, безусловно, сейчас пытается каким-то образом купировать панику. То же самое происходило весной 22-го года, когда закрепили данные о внешней торговле российском. А что же происходит с бензином на болотах после точечных прилетов дронов? Тем временем уже пятую неделю подряд темпы роста цен на бензин превышают темпы инфляции. Проще говоря, цена бензина растет быстрее, чем цены на все остальное. По данным Росстата цены на бензин выросли на 7%, а только за июль этого года на 2,4%. А дальше словно по цепочке. Солярка дорожает, дороги дорожают, все дорожает, поэтому и товар дорожает. Все товары, которые ты пришел в супермаркет покупать, они же не телепортировали туда, да, их не завезли на лошадях, их привезли на бразовиках, и все затраты не легли. И скоро россияне в регионах могут ощутить последствия, особенно сейчас, когда приближается момент сбора урожая, и нужды аграрии в топливе возрастают. Следовательно, растет и цена. Ну и, наконец, рекордно разгоняет инфляцию в России дефицит рабочей силы, который образовался в Мордоре из-за войны и мобилизации. В поиске кадров работодатели вынуждены искусственно повышать зарплаты, которые, в свою очередь, увеличивают и сдержки, а значит и цены. То есть это нам говорит о том, что в России просто не хватает рук. Спрос на руки растет как на фронте, так и в тылу, и поэтому за специалистов идет борьба, бороться за них можно исключительно рублем. Из-за позорной путинской спецоперации инфляция в России разгоняется бешеными темпами. И, по сути, на данном этапе кремлевские упыри уже ничего не могут с этим сделать. Недавно Центробанк, пытаясь предпринять хоть что-то, снова повысил ключевую ставку. Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 19% годовых. Это значит, что кредиты станут дороже, предприятия будут меньше инвестировать, а люди меньше тратить, что в теории должно замедлить рост цен. По мнению экспертов, такие действия Центробанка напрямую свидетельствуют о том, что в российской экономике дела совсем плохи. Это, на мой взгляд, самое жесткое признание всех тех системных трудностей, с которыми Россия столкнулась из-за войны, международной изоляции и санкции, трудностей, из которых, похоже, нет выхода. Но, как говорят экономисты, да и сама Набиулина это прекрасно понимает, решение о повышении ключевой ставки никак не поможет экономике и не замедлит рост цен. Я считаю, что это будет крайне сложно, потому что, ну, нельзя, если у тебя бассейн протекает в трех дырках, затакая одну дырку, ты не можешь решить проблему. Выход есть – остановить расходы на войну. Но Кремль вряд ли на такое пойдет. Когда идет война, отказать военно-промышленному комплексу невозможно, потому что потом начинаются пригоженские мятежи, где снаряды, а дальше все приходится запикивать и так далее. Вот, поэтому пока идет война, вот эта вся история с инфляцией будет только усугубляться. И опять-таки, мы не хотим сказать, что российская экономика вот прямо завтра возьмет и рухнет. Но первые звоночки ее логического коллапса пробиваются уже сквозь беруши в США. Они понимают, что спад идет, он для них уже болезненный, отчетный, но это еще далеко на пик. Они прогнозуют, что приблизительно в периоде лета 1925 года негативный вплив на экономику начнет быть очень отчетным для их страны. Уже даже Путлер демонстративно встревожился положением дел и публично при всем правительстве пожаловался на неэффективные действия Центробанка. Что касается денежно-кредитной политики, то, как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это вот не странно, но несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику. И кремлевский упырь, конечно же, может сколько угодно переводить стрелки и обвинять своих подданных в экономических провалах. Но для того, чтобы знать, с кого спросить, в первую очередь, бункерному деду нужно просто посмотреть в зеркало. Там он и увидит человека, который обрек свой народ на нищенское существование, отобрав у всей страны даже самый малый шанс на светлое будущее. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!